Девочка-пай 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 Есть в году различные праздники и сегодня праздник у нас. В первый раз идут первоклассники в свой приветливый школьный класс. А в сторонке стоят родители и с волнением глядят на них, будто все впервые увидели повзрослевших детей своих. На торжественную линейку, посвященную празднику 1 сентября, мы приглашаем наших первоклассников. Первый класс и классный руководитель Беллова Фудовна Штимова. Первый класс и классный руководитель Беллова Фудовна Штимова. Мама, мама, не играться за тобой. Торжественная линейка, посвященную празднику Дня Знаний, объявляется открытой. Почетное право поднять государственные флаги Российской Федерации и Республики Адыгей предоставляется учащимся 11 класса. Милане Воронцовой, Зуральбию Бзасежеву, Денеры Самоговой, Астимиру Коблеву. Милане Воронцовой, Зуральбию Бзасежеву, Денеры Самоговой, Астимиру Коблеву, Денеры Самоговой, Астимиру Коблеву. Милане Воронцовой, Зуральбию Бзасежеву, Денеры Самоговой, Астимиру Коблеву. Право возложить цветы к памятной доске Тимботу Магомедовичу Керашеву предоставляется учащимся. Демиру Балоков, Диане Васильевой, Муртазу Киржинову, Белия Пафифовой, Руслану Киржинову, Яне Суриной, Олегу Акимину, Диане Селиверстовой. Почетными гостями на торжественной линейке стали глава района Заур Хамирзов и глава Кашхабльского сельского поселения Хазрет Борсов. Я хотел бы поздравить всех учащихся первой школы, весь статистический коллектив, всех родителей, бабушек, дедушек с наступившим новым учебным годом. Особое пожелание нашим первоклассникам, их учителям, родителям, бабушкам, дедушкам. Я прекрасно понимаю, как они сегодня волнуются, волнуются их родителей, но я уверен, что все будет хорошо. Первая школа всегда была на очень хорошем счету, ежегодно своими результатами они подтверждают это. Мы, как районная администрация, всегда стремимся поддерживать образовательные учреждения. И вот сегодня вы можете видеть строящуюся новую площадку, которая строится в рамках договоренности Мурат Корабевича с Газпром. И в следующем году здесь начнется очень масштабная стройка нового физкультурно-оздоровительного комплекса, который будет сдан в эксплуатацию в конце следующего года. Вся материально-техническая база – ничто по сравнению с нашими жителями, с нашими учениками. Поэтому хотел бы сегодня еще раз поздравить всех вас, всех здесь присутствующих с этим замечательным событием, началом нового учебного года. Пожелать всем счастья, здоровья, успехов в учебе. Спасибо. Сегодня очень приятно, что на такой торжественной линейке мы встречаем вас с таким замечательным праздником – Днем Знаний. Разрешите мне поздравить вас всех с таким замечательным праздником. Пожелать нашим первоклассникам огромного терпения, нашим учителям тоже огромного терпения, чтобы, как сказал уже Завра Скорбевич, первая школа была всегда на хорошем, не сам на первом. Она есть первая школа, поэтому она должна быть всегда самой первой. И чтобы этот год не был исключением. Поэтому я вас всех поздравляю. Удачи вам. Добрый путь. По сложившейся традиции наша школа сегодня получила поздравительную телеграмму от главы Республики Адыгея Мурата Карабевича Кумпилова. И разрешите мне его вам зачитать. Дорогие школьники, уважаемые учителя и родители, от имени главы Республики Адыгея Мурата Карабевича Кумпилова поздравляю вас с замечательным, ставшим поистине всенародным праздником Днем Знаний. Мне очень приятно разделить вместе с вами радость этого замечательного праздника, знаменующего собой начало школьной поры. Для каждой семьи это день ожиданий, приятного волнения и радости, надежд и хлопот, праздник детства и начало нового путешествия в мир знаний и творчества. Сегодня в Республике Адыгея за знаниями придут десятки тысяч школьников и студентов, в том числе и более шести тысяч первоклассников. Для них наступит новый жизненный этап, насыщенный интересными событиями и удивительными открытиями. А для педагогов начнется период активной и плодотворной творческой деятельности. Уважаемые педагоги, вы представители одной из самых гуманных профессий. Именно вы раскрываете в маленьком человеке его способности и таланты. Во многом определяете дальнейшую судьбу ваших воспитанников, будущие нашей республики и всей страны. Традиционно по инициативе главы Адыгеи Мурата Карабеевича Кумпилова проводится акция «Подарок первоклассникам». Комплекты для детского творчества получат все ребята, которые впервые сядут за парты. Уважаемые родители, канун нового учебного года, желая идти в ногу с детьми, не оставать неустанно помогать в учебе, не сдаваться, когда что-то не получается у детей, а настойчиво и упорно вместе с ними достигать поставленных целей. Со своей стороны органы государственной власти продолжат всемирно помогать вам в развитии и обучении подрастающего поколения, создавая качественную и высокотехнологическую материальную базу образовательных учреждений, оказывая поддержку развитию и реализации потенциала школьников Адыгеи. Еще раз поздравляю вас с Днем Знаний, успехов вам, уважаемые друзья, интересных состязаний, новых открытий, увлекательного общения и заслуженных побед. Пусть воплотятся в жизнь все ваши планы и замыслы. Всего вам наилучшего, в добрый путь! На протяжении праздника первоклассники радовали гостей зажигательными танцами, читали стихи о школе. Сегодня важный день для всех, кто к знаниям стремится. Кургон веселый смех и ребят, они пришли учиться. Вы знаете, вам под силу еще пути перед вами разные. И новый интересный мир пускай придет прекрасным праздникам. Мы сегодня от волнения позабыли все стихи. Раньше были даже колята, а теперь ученики. Кто сегодня рано встал, в школу быстро прибежал. Ну, конечно, это я и со мной моя семья. Мы ребята первоклассники, все вокруг летят на нас. Говорят, очаровашки, мы согласны, спору нет. Перед нами все пути отбиты, все доеки впереди у нас. Мы когда-то станем знаменитыми, но пока мы только первый класс. Но локом спать не буду, буду я старательным. И начальником большим стану обязательным. Спасибо, мои добрые книжки. Я научусь читать, узнаю про все интересное, хочу академиком стать. Раступись, народ честной, первоклассник перед тобой. У меня подпись большой, ранец новый за спиной. У меня сегодня праздник не бывало, лучшая дня, Потому что первоклассник называет все меня. У меня сегодня праздник не бывало, лучшая дня, Он чудесный и волшебный, знает, знает, верен мы. В школе нам понравится, ты родный и учительца ты. Будем вместе мы учиться, будем крепко мы дружим. Будем лучше становиться, будем дружбой дорожить. Будем вместе мы учиться, будем крепко мы дружим. Будем лучше становиться, будем крепко мы дружим. Веря на сосы, знания мы дружбой, Так давайте, друзья, весело и очень нужно знание. Долго впереди. В школе нам понравится, В школе нам понравится, В громке марат, ты смотришь, мы дружим. В школу смело ты снизишь. Будем вместе мы учиться, Будем крепко мы дружим. Будем лучше становиться, Будем дружбой дорожить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сделаны наши мальчишки Из чего же, из чего же, из чего же Сделаны наши девчонки Сделаны наши девчонки И с цветочком, и своночком И из тиранок, и из гряда Сделаны наши девчонки С нами наши девчонки По уже сложившейся доброй традиции учащиеся 11 класса вручили подарки первоклассникам. Первый день учебного года завершился традиционным звоночком, прозвучавшим из рук первоклассник. В администрации района состоялось торжественное мероприятие вручения студентам-отличникам стипендий имени Тимбота Кирашева. В этом году ее удостоены 48 выходцев из Кашхабльского района. В продолжении наш следующий сюжет. В Кашхабльском районе стала доброй традицией перед началом нового учебного года вручать студентам-отличникам, выходцам из района стипендии имени нашего земляка, основоположника адыгской литературы Тимбота Кирашева. В этом году этой чести удостоились 48 человек, что на 5 человек больше, чем в предыдущем. Это мероприятие было приурочено к 85-летию Кашхабльского района. В нем приняли участие министр образования и науки Республики Адыгея Анзаур Кирашев, глава района Заур Хамирзов, председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев, студенты-отличники и их родители. Вела торжественную встречу начальник управления образования района Асяд Перзегова. По сложившейся доброй традиции в муниципальном образовании Кашхабльский район сегодня мы чествуем лучших из лучших выпускников школы района, студентов-отличников высших учебных заведений Республики Адыгея, города Москвы, Краснодара, Ростова-на-Дону, Сочи, Новочеркасска, Пятигорска, Армагира. Откуда начинается Россия? С Курил, с Камчатки или с Камандор? О чем грустят глаза ее степные над камышами всех ее озер? Россия начинается с пристрастия к труду, терпению, к правде, доброте. Вот в чем ее звезда. Она прекрасна. Она горит и светит в темноте. Отсюда все дела ее большие. Ее неповторимая судьба. И если ты причастен к ней, Россия не с год берет начало, а с тебя. Дорогие ребята, если вы присутствуете сегодня в этом зале, значит вы умеете трудиться, умеете лучше всех учиться, значит вы самые достойные. В муниципальном образовании Кашхабский район сегодня, 26-й год, вручается стипендия имени Ктимбота Магомедовича Кирашева. Сегодня стипендия выплачивается 48 студентам-отличникам, что на 38 отличников больше, чем первый раз, и на 5 больше, чем в прошлом году. Это талантливые ребята, готовые достойно по бум золотой фонд Кашхабского района, будущие учителя, врачи, юристы, экономисты, строители, инженеры, менеджеры, искусствоведы, музыканты. Некоторые из вас, ребята, сегодня впервые получат стипендию имени Кирашева, но среди вас есть студенты, получающие эту стипендию все годы обучения. Далее слово предоставили министру образования и науки Республики Адыгея Анзауру Кирашеву. В своем выступлении он особенно отметил, что это мероприятие много для него значит, и перед каждым выступлением он всегда по-особенному волнуется. Также Анзаур Асланбекович поздравил всех присутствующих с юбилеем района. В первую очередь, конечно же, сегодня такая знаменательная дата. Хочу поздравить вас всех, нас всех с красивой датой Кашхабовскому району 85 лет. Чем славится Кашхабовский район? Наверное, в первую очередь своими жителями. Теми, кто прославлял его и в дальние годы, далекие времена, в числе которых был и мой дед Тимот Магомедович Кирашев. Это те люди, которые принесли славу Кашхабовскому району, которые прославили его далеко за пределами Адыгеи. Но сегодня к этой славе причастны и вы. Те, которые сидят здесь, которые прославляют имя своего района, учась отлично, получая достойные оценки, получая прекрасные отзывы со стороны преподавателей ваших учебных заведений. Это тоже история, пусть пока еще маленькая. Очень приятно здесь присутствовать. Это мероприятие, оно для меня всегда очень волнительное. Я к нему очень основательно готовлюсь, потому что всегда выступать в родном ауле перед теми людьми, которые также, как и ты, являются уроженцами этого района. Всегда очень волнительно. Поэтому спасибо вам огромное и хочется всех вас поздравить с начала нового учебного года. Каждый из вас вернется сейчас в свое учебное заведение. Я думаю, что сегодняшнее мероприятие отдельно хочу сдать благодарность главе района и его предшественникам, которые на протяжении 20 с лишним лет эту традицию продолжают. Да, это может быть не очень большие деньги, но здесь, наверное, все-таки дело даже не сколько финансовой составляющей, хотя она, конечно, тоже имеет место, а в том отношении со стороны властей района, в том внимании, которое власти района сегодня уделяют тем ребятам, которые представляют район. Буквально неделю назад мы были в походе, с нами было почти 400 ребят из четырех субъектов Российской Федерации. Это Иадгея, Краснодарский край, Карачаево-Черкесская республика, Кабардино-Балкарская республика. Как всегда, молодые люди выступили с рядом очень интересных инициатив. Это, конечно же, дает определенный стимул и дает определенный вектор в решении тех вопросов, которые ставят перед нами вы, ваши сверстники. Мы прекрасно знаем, что сегодня не все получается, но есть огромное желание нашу республику, наши населенные пункты делать красивее, краше. И очень хотим, чтобы в нашей команде были и вы, те люди, которые достойно отучившись, получив хорошее образование, потом вернетесь, и мы совместными усилиями будем реализовывать те инициативы, которые сегодня идут и от старшего поколения, и от федерального центра. И надеемся, что вы принесете свою лепту в те изменения позитивные, которые сегодня происходят в республике Иадгея. Глава района Заур Хамирзов также поздравил отличников с хорошей учебой. Пожелал и дальше добиваться высоких результатов, тем самым прославлять не только Кашхабский район, но и всю республику. Стала действительно очень добрая традиция и забота вручать замечательные премии, премии Натова, Замитова, 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 Тенкова, Тахирашева. Стала добрая традиция, что Анзова Салдейкович всегда принимает этим участие. Хотел бы поблагодарить вас всех за то, что вы держите маку не только района, но и республики Адыгея, ведущие вузы страны Адыгеи, край, Ростов, Москва. Это очень многого стоит. Поэтому хотел бы выразить вам свою признательность. Сказать большое спасибо вашим родителям, вашим учителям, школам. Никогда не забывать, откуда вы, где вы родились, где вы учились, где вы получили первое образование. Я надеюсь, что в следующем году мы снова, уже даже в более расширенном составе, встретимся в этом зале, и вы дадите нам возможность вновь вручить эту замечательную кирашевскую стипендию. С наилучшими пожеланиями к присутствующим обратился председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев. Вы сегодня наше золотое будущее. Сегодня ваши имена будут звучать с утра наряду с теми именами тех людей, которые славят наш район, которым сегодня будут почетные звания глава республики, глава района будут с высокой трибуны звучать. Потому что вы сегодня стоите на одной черте именно с этими людьми. Вы сегодня делаете именно то, что вы должны делать. Вы прекрасно осваиваете вузы обучения. Хочу вам пожелать дальнейших успехов. Несомненно, жизнь оставит свои приоритеты, поведет вас дальше. Вы окончите процесс обучения. Но я хочу вам сказать, что каждый человек, который хочет жить в современном обществе, тонко понимает курс, куда нужно идти, должен всю жизнь заниматься процессом самообразования. Я хочу, чтобы у вас это всегда оставалось в душе, вы это в жизни понимали. Больших, хороших дел. Несомненно, вы придете на производство, на то, куда вы учились. Вы вернетесь в свою среду. Я хочу, чтобы дальше вы продолжали нас радовать своими достижениями и в труде. И чтобы в дальнейшем также ваши имена и фамилии висели на нашей госке почета. Удачи, хороших вам дел, больших жизней и достижений. Со своими рекомендациями к присутствующим обратились будущие отличники, воспитанники детского сада номер один. От нас – это раз. Шлем мы добрые слова. Это два. Быть все время впереди. Это три. Жить со всеми в дружбе, мире. Это, кажется, четыре. Никогда не унывать. Это пять. Преумножить все, что есть. Это шесть. Быть внимательным во всем. Это семь. Помнить о добре и чести. Это восемь, девять, десять. Ну а к этому в придачу счастья, радости, удачи. Затем министр образования и науки Республики Адыге Анзаур Кирашев и глава района Заур Хамирзов вручили стипендии имени Тимбота Кирашева студентам-отличникам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok От лица студентов со словами благодарности выступили Джанета Кубова и Ислам Хатков. С 23 по 25 августа проходил слет талантливой молодежи ФИШТ. И от лица всех ребят, кто был на данном мероприятии, кто представлял Кашихабльский район, мне бы хотелось сказать спасибо Кумпилову Мурату Корольбеевичу за организацию такого масштабного и замечательного мероприятия. И конечно же огромная благодарность нашему главе Хамирзову Заур Аскорбевичу за оказание такой неимоверной поддержки и за возможность представлять наш район на таком высоком уровне. Сегодня мы получили стипендию в имени нашего празднованного земляка Димбота Магмедовича Кирашева. Это торжественное и знаменательное для нас событие. В нашей стране родной Адгей. Любимому району нужны грамотные, инициативные и напичные люди. Поэтому, получая образование сегодня, мы думаем о завтрашнем мире. Особенно приятно, что наши достижения не остаются перед вниманием со стороны администрации нашего района. Мы говорим сегодня большое спасибо главе муниципального образования Заур Аскорбевича Кирилловича за высокую оценку нашей студенческой работы, учебы, за внимание к нам. Все это вселяет нас в уверенность в своих силах и в будущем дне заряжает положительным настроем для достижения лучших результатов. Сегодня я говорю слова благодарности самым близким для нас, людям, нашим родителям. Вы всегда с нами. Верите в нас. Дайте свою поддержку. Хотите, чтобы мы стали достойными людьми. Спасибо вам за ваши ценные советы и мудрые наставления. Спасибо нашим учителям, нашим мудрым наставникам, находившимся рядом с нами каждый день, дававшим нам ценные советы, радовавшимся вместе с нами за наши победы и достижения. Знающими о нас все и до сих пор помогающими нам развиваться. Дорогие сверстники, желаю каждому из нас найти себя в жизни. Пусть препятствия на нашем пути закаляют нас, помогают идти вперед к своей мечте. Сегодня мы обещаем, что по итогам следующего учебного года наши имена опять прозвучат потом сами. Спасибо. В завершении торжественной части все присутствующие отправились в центральный парк к памятнику Тимбота Кирашева для возложения цветов. Историческое событие произошло в школе номер 3 Аула Игерухай. В День знаний состоялось торжественное присвоение школе имени первого президента Республики Адгея Аслана Альевича Джаримова. 2 сентября 2019 года для Игерухайского сельского поселения войдет в историю всего района. В этот день, День знаний, в торжественной обстановке школе номер 3 Аула Игерухай было присвоено имя первого президента Республики Адгея, уроженца Аула Аслана Альевича Джаримова. Почетного гостя встретили согласно всем адыгским обычаям. Министр образования и науки Республики Адгея Анзаур Кирашев совместно с главой района Зауром Хамирзовым и главой поселения Русланом Брафтовым показали Аслану Альевичу большие изменения, которые произошли в школе за это время. В частности, большой реконструкции подвергся спортзал школы. Полностью обновлено отопление, стены, а также оборудование. Затем приступили к торжественной части мероприятия. Добрый день, дорогие гости, уважаемые учителя, ученики и родители. Приветствуем всех, кто пришел на торжественную церемонию открытия памятной доски, приуроченную ко дню присвоения и герухайской школе имени первого президента Республики Адгея Аслана Алиевича Джаримова. Торжественная церемония открытия памятной доски объявляется открытой. Новый учебный год наша школа начинает с большими изменениями. Средняя общеобразовательная школа номер 3 Аула и Герухай будет носить имя первого президента Республики Адгея Аслана Алиевича Джаримова. В этот знаменательный день радость такого события с Асланом Алиевичем Джаримовым приехали разделить его друзья и близкие. Герой труда Российской Федерации, народный писатель и поэт Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаева-Черкесии, Исхак Машбаш. Директор Адыгейского Республиканского Института гуманитарных исследований имени Тимбота Кирашева Адам Тлеуш. Профессор Батырби Берсиров. Депутат нескольких созывов Государственного Совета Хаса Республики Адыгея Мухарбит Харкахов. Супруга Аслана Алиевича Фатима Рамазановна Джаримова. Участие в торжестве принял министр образования и науки Республики Адыгея Анзаур Кирашев, глава Кашхабльского района Заур Хамирзов и глава Егерухайского сельского поселения Руслан Брафтов. Слово предоставляется нашим гостям. Машбаш Исхаку Шумафовичу, герою труда Российской Федерации, народному писателю и поэту Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаева-Черкесии. Капардино-Балкария, сельского пок пок88-го. Капардино-Балкария, Tik Pamatas, о meinen Ал apsung Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Ведущая коротко ознакомила присутствующих с биографией первого президента Адыгеи. Джаримов Аслан Алиевич прошел славный путь от простого работника Игерухайского колхоза «Путь к коммунизму» до руководителя Республики Адыгея. Аслан Алиевич родился 7 ноября 1939 года в ауле Игерухай. После окончания Кубанского сельскохозяйственного института занимал различные руководящие должности в Адыгейской автономной области и Краснодарском крае. Где бы он ни работал, его отличали целеустремленность, верность делу и осознание своего долга перед народом. Аслан Алиевич – первый президент Республики Адыгея с 1992 года по 2002 год. Именно при нем формировалась наша Республика Адыгея. Аслан Алиевич – миротворец. В те неспокойные времена, когда в различных республиках Северного Кавказа происходили военные действия, наша Адыгея оставалась мирным уголком. И это заслуга той политики, которую вела Республика под его руководством. Хочется отдельно отметить, что Аслан Алиевич всегда был сторонником здорового образа жизни, занимался спортом и на этом поприще добился значительных результатов. Он мастер спорта международного класса по самбо, а в 2000 году стал чемпионом мира по самбо среди ветеранов. Его политическая и общественная деятельность может стать для всех учащихся в школах примером для подражания. А сейчас наступает торжественная и волнительная минута нашего праздника. Официальное открытие памятной доски, приуроченной ко дню присвоения Егерухайской школе имени первого президента Республики Адыгея. Заключительной частью встречи стало торжественное открытие именной доски Аслана Алиевича Джаримова на фасаде школы. Этой честью были удостоены Исхак Машбаш, Анзаур Кирашев и Заур Хамирзов. Аслана Алиевича Джаримова на фасаде школы. Что лично для вас значит присвоение вашей родной школе, вашего имени? Я очень рад, что так случилось. Дело в том, что с этой школой 46-го года я связан. Ну, это все мое. В общем, встречи сегодня, через два месяца исполнятся. А это очень здорово. В этом году, 7 ноября, Аслану Алиевичу исполнится 80 лет. Хочется пожелать ему крепкого здоровья и долгих лет жизни. Натуся Кучмезова, Сергей Лобынцев. Новости Кашхабского района. На этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин